У нас новая игра Канагава. Мы уже в нее играли и его приобрели для себя. Игра интересная для женского пола в основном. Ну и для тех, кто просто любит красивые пейзажи. Итак, значит она у нас 24 игрока, 10 плюс, примерно на 45 минут. Закрываем. Еще мне понравилась игра. Живописные пейзажи. Мы с вами ее увидим, когда же сыграли. Эстетическое удовольствие получаешь, играя в нее, не торопясь абсолютно. Ну, 45 минут нужно поспорить на счет этого. Итак, что у нас здесь есть? Правила игры. Плотный глянец. Все подробно расписано. Наши поля, наши кисти. Элементы игры. Какие варианты могут быть. Все в стиле японском. Да, то есть, сами человечки, издание. Ну и описание, жетонограмма. То есть, здесь все подробно есть. Всего 15 страниц. Самые основные моменты у нас в конце памятки тоже есть. Ход игры, как все проходит. Тоже здесь все вынесено отдельно. Это очень удобно. И так, дальше. Дальше я начну с самого того, что мне понравилось. Это наше поле. Вот такая ценовка. Она разгладится потом, да? Помним, что мы... Наоборот, наверное. Да, наоборот. Для двух человек, для трех человек и для четырех человек. Это поле у нас закрывается нашими картинками. Мы рисуем пейзажи. Сама история этой игры такова, что в 1840 году в Канагаве, в Бухике, залива, мастер Хокусай открыл школу живописи, чтобы поделиться на стрессу со своими учениками. Поэтому мы будем рисовать вот такими баночки с кисточками. Это у нас каждому. Ну и потом мы их еще приобретаем. Да? Интересно. Мастер и его подмастер. Удобно. Обратите внимание, что сам органайзер удобнее. Да, то есть из пакетиков. И здесь все в каждом пакетике. Пакеты плотные, фигурки деревянные. Тоже приятно брать. Мастер и подмастерье. У нас идет карта, благодаря которой мы будем рисовать наши картины. Так. Ну и вот сами карты. Карты, я скажу, что маленькие достаточно. Они квадратные, нестандартные. Очень тонкие. С обратной стороны мы видим, что они различаются. Рубашки у них синие, красные, желтые и зеленые. Что это значит? Мы будем рисовать людей, животных, здания и пейзажи. Кроме того, сами картинки состоят из двух частей. Левая часть, это наша помощь. И правая. Правую часть мы будем рисовать. Да, то есть вот она обозначена. Что нам нужно? Нам нужно желтеньких. Нам нужно черная краска. Нам нужно синяя краска. Такая красивая. Причем она выкладывается в ряд. Мы будем выкладывать себе картину. Различаются они по временам года. То есть вот это наше лето. Дальше у нас идет осень. Давай-ка разбавим. Не прерывно. Мы сейчас разбавим человечками. Сюда добавим человечка. Правила игры я рассказывать не буду. Это все можно будет почитать, посмотреть в этом. Да, осенний человечек. Кто любит мультики японские. Прямо до вас зима пошла у нас, да? Хатуча. Не совсем мультяшная, конечно, да? Но она очень близко к культуре в Японии. Картинки такие соответствующие приятные. Да, журавли? Зима в Японии у нас. Ну и весна. Значит, здесь лето, осень, зима и весна. И здание. Сейчас если смотреть. Смотрим здание красивое. Вот осеннее красивое здание японское, да? Зимнее здание добавим журавли в нашем. Весеннее, сейчас найдем весеннее, вот. Ну, это все япония. Это вот ты рисуешь, ты наслаждаешься, ты представляешь эту картинку. Удовольствие, я получаю журавли. Так, и нам еще грамоту вроде должны быть, да? Да. То есть вот мы эти картины рисуем. Это все можно перетасовать будет потом в дальнейшем. Но, чем мы будем рисовать? Рисовать мы будем за счет как раз вот этих левых частей. То есть это мы рисуем картины, а левую часть, если мы используем, то мы даем себе краски. Как раз синюю краску, чтобы нарисовать, допустим, вот это здание, нам нужно две синие краски. Тогда это здание мы можем нарисовать, мы уже умеем его нарисовать. Если у нас есть одна зеленая краска, эти здания, мы уже можем нарисовать, не можем пока, да? Зеленое у нас одно. Вот. Мы приобретаем два знания по пейзажам, и мы рисуем картинки уже с такими зелеными значками. Это могут быть деревья, это могут быть люди, без разницы. То есть нам это очень важно. Окраска дает возможность рисовать больше. То есть я могу нарисовать только одну синюю. Если у меня есть еще одна, то есть я должна еще поставить именно их. Только в этом случае я могу рисовать картину. Если у меня нет кисточек, нет красок, я не могу их рисовать. Ну и наши достижения. Кстати говоря, плотный картон, очень толстый. Очень плотный, очень толстый такой картон хороший. Наши достижения. Мне приятно в руки брать, как вообще. Вообще игра очень приятная на ощупь, очень приятная на глаза. Далеко пить. Такие. Это мы разбираем в самом начале, кто выбирает, что будет делать у четырех игроков. Ну и вот достижения, что еще можно брать. Три, тоже очень плотные, да, четыре очка мы получаем. Плюс еще значки дополнительные нам дают, разные идет. Три человечка, допустим, мы делаем и получаем девять очков. Раз, два, три. Три человечка у нас было. Мы их первые собрали, девять очков мы получили. Если мы отказываемся от какой-либо картинки, то взять мы ее уже купить. Мы уже ее не сможем. То есть мы потеряем это. Они не повторяются, они не докладываются. Здесь как раз по растениям, кто больше растений наберет, тоже обратите внимание, три дерева, одно дерево. Вот сколько мы наберем, пять деревьев набрали, все, семь очков мы уже получили, мы получили мастера. А эти дополнительные жетончики, они дают возможность рисовать. У меня это времена года или нет? Да, то есть, допустим, нам нужно, у нас очки набирается, если мы в ряд выстроим одного времени года, очень много-много этих самых картин. Ну, вот у нас нестыковка, у нас, допустим, вот так вот будет. То есть я рисовала, рисовала, и у меня среди осени затесалось лето. Тогда я могу использовать это, и у меня будет все осень, я получаю победончики. Все, да, вот все, последняя карточка у нас идет. Грамота, но они тоже дают очки, они принесут очки. Притом очки разные, то есть я набрала, набрала четыре разных, получила пять очков, получила мастер. Получила, ну, не одинаково с той стороны. Вот получила дополнительную краску. Собрала животное, именно журавля и лягушку. Я получила дополнительную краску, я могу рисовать дальше. Выдавливается очень хорошо. Выдавливается. Не быстро. Причем, что игра. Вот это все, вот он целиком. Будет много, 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 много. Смотрите, как все красиво. Да, все красиво, все яркое. Вот. Ну и очень доступно, как для детей. 10 плюс. Но наши уже хорошо играть в семилетней дочке. Так и для взрослых. Приходите играть. До свидания.